Друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу еще один способ, как можно сделать геометизацию люка скрытого монтажа, люка-невидимку в душевой кабине. Так как многие считают, что в душевой кабине люк, он ненадежный и вода уже будет попадать за пределы люка, то есть в шахту и там соответственно можно будет затопить соседей. Но в этом видео я вам покажу один из вариантов, как можно сделать геометизацию люка скрытого монтажа более безопасным и уже вода за пределы этой кабины никогда не просочится. Поехали! Ну и для того, чтобы начать делать геометизацию, нам нужно будет два вида скотча. Один канцелярский и другой малярный. Малярный скотч мы заклеиваем по периметру люка с наружной и с внутренней стороны, а канцелярский скотч мы будем наклеивать только в то место, где у нас будет примыкание угла и плитки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какой ровный и красивый получился внутренний уголок. Вот так вот. В общем, полная герметизация этого люка, потому что он сейчас находится в душевой кабине. Поэтому люк я полностью не прорезал. Открывается он не сразу. Нужно дать небольшую ему вибрацию для того, чтобы герметик смог разцепиться. И, в общем, оно откроется. От того, что я по нему бью, ничего страшного в этом нет. Плитка приклеена хорошо, держится достаточно плотно, надежно. Как красиво и плотно прилегает уголок. В общем, вот здесь у нас сейчас этот уголок отсутствует. И уже вот таким вот образом мы закрываем люк. и получаем ровное примыкание герметичного угла плитки. Вот и все. На этом все. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч на канале Перестройка 116. С вами был Капсид Алинар. Я делаю ремонт ванной комнате под ключ. И, кстати, обязательно посмотрите обзор данной ванной комнаты. Это будет вот такой вот проект, который, я уверен, вас не оставит равнодушным. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.